Девять часов утра в Украине. Здравствуйте, это новости на ЮЭТВ в студии Наталья Гаврилова. Защитой ветеранов в парламенте теперь не будет заниматься отдельный комитет. Над этим будет работать специальная комиссия и комитет по вопросам социальной политики. Так решили новоизбранные депутаты на заседании подготовительной группы. Всего количество комитетов Верховной Рады теперь сократили с 27 до 23. Но полномочия их расширят. Информационной политикой будет заниматься комитет по гуманитарной политике, который охватит еще и государственную стратегию, евроинтеграцию и вещание на оккупированные территории. За это депутаты будут голосовать на следующем заседании. Это неправильно. Это неправильно. Вот это традиция, когда под каждую персону создавался комитет. Красиво назывался, но человек не занимался вверенными вопросами. Мы решили поменять подход и пошли по направлениям, которые необходимо развивать. Чтобы у нас были серьезные полноценные комитеты с нормальной работой. На Донбассе снова горячо. Один боец получил ранение и был доставлен в больницу Днепра, сообщает Радио Свобода. Однако в штабе объединенных сил эту информацию пока не подтверждают. Российские оккупанты 12 раз за последние сутки открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелы зафиксировали возле Гнутова, Павлополя, Пищевика, а также Водянова, Опытного, Авдеевки и Пивденного. Били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Бойцы объединенных сил придерживаются режима прекращения огня. Идти по заминированной тропе, чтобы добыть секретные документы противника и подорваться на мине в середине пути. Хорошо, когда все это только тренировка. Пехотинцы Королевской бригады Вооруженных сил Украины провели учение в нескольких десятках километров от передовой. Анастасия Фетченко видела, как это было. Украинский военный очень медленно идет по лесной тропинке. Той, третий и сразу несколько подразделений бригады Королевской пехоты принимают участие в учениях. Саперы заминировали тропинку. Разведчики должны ее пройти. По легенде, эта тропа заминирована. И сейчас украинские разведчики идут по ней для того, чтобы принести секретные документы противника. Как вы видите, двигаются очень медленно и осторожно, чтобы не нарваться на растяжку. Но спустя несколько метров группа покидает маршрут. Один из бойцов как бы подорвался на мине. Конечно же, в этих учениях все по нарушку. Немного не увидел. Хорошо наши саперы поработали. Подготовили нам такую интересную, насыщенную тропинку. К сожалению, не смогли дойти до конца. Скорее всего, это было что-то такое нажимное. Растяжки там не было. Мне обидно, что не заметил. Но, с другой стороны, лучше подрываться здесь, на учениях. И мы будем более внимательны во время настоящих заданий. 150-метровая тропинка буквально напичкана взрывными устройствами. Саперы работали полдня, чтобы поставить разные виды мин. И то, говорят, времени мало. Было бы больше, придумали бы задания посложнее. На данный момент группа разведчиков, которые исполняют задачу, сорвала растяжку или сработало взрывное устройство. Мы там поставили порядка 20-25 мин. Перед этим внимательно изучили местность. Ставить взрывные устройства, как играть в шахматы, сапер должен думать на несколько шагов вперед. И при этом учитывать погодные условия. Хотя сейчас саперы Вооруженных сил Украины занимаются разминированием, оставленных кремлевскими наемниками минных полей. Мы отличаемся от врага тем, что работаем исключительно, соблюдая условия, которые регулируются международными правилами. Мы не совершаем дикости. Противник оставил множество мин с сюрпризами, растяжками в том числе. На них легко могут подрываться мирные люди. Поэтому мы разминируем поля. Иногда мне кажется, что у наших саперов вместо сердец моторчики. Настолько самоотверженно эти люди работают. Руслан кадровый военный. Он 10 лет был на пенсии, пока в феврале 2019-го не подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Говорит, рад, что может защищать страну. Постоянно проводит занятия по минной безопасности для армейцев и тех, кто живет в прифронтовых населенных пунктах. В частности, детей. На местности, где мы находимся, противник в свое время оставил очень много взрывчатки. И благодаря занятиям по минной безопасности удалось сохранить жизни многих военнослужащих. Армейцы стали более опытными и осторожными. По заминированной местности разведчик движется очень медленно. Если в поле это 600 метров в час, то в лесу всего 200. Ведь за каждой веткой может подстерегать смертельная опасность. Военные проверяют практически каждый квадратный сантиметр. Ступают след в след. Заветный ящик все ближе. К нему доходит последняя группа. Его несут, как сундук с сокровищами. И открывают в безопасной местности тоже очень осторожно. Как оказалось, не зря. Сложно пройти не то слово. Осторожность, неспешность, внимательность – это очень выматывает. К тому же чувствуешь ответственность за всю группу. Все было достаточно хорошо замаскировано и интересно. Мы не заметили нажимную мину. И Бог дал, все ее прошли, никто не наступил. После учений работа над ошибками. Армейцам рассказывают, какие их действия были слишком поспешными, а какие сорвали поставленную задачу. Ведь для того, чтобы реальные боевые операции были успешными, разведчикам необходимо постоянно учиться и быть готовыми к любым ситуациям. На это уходят месяцы. Анастасия Феченко, Сергей Ильинский, Сергей Романюк, ЮЭТВ. Украинские курсанты на морских маневрах в Турции. Будущие офицеры несут вахту, учатся прокладывать курс и пользоваться вооружением. Турция – первая из пунктов назначения в учебном походе. Дальше украинские курсанты направятся в Румынию и Болгарию. Подробнее расскажут корреспонденты ЮЭТВ из турецкого бюро. Три катера военно-морских сил Украины, Новая Каховка, Смела и Чигирин отрабатывают маневры в Турции. Всего на бортах 81 курсант. Здесь, на главной базе турецкого флота в Гельджуке, они гостят с 9 августа. То, что будущие офицеры годами изучали в теории в украинских университетах, во время этого похода отрабатывают на практике. Эти катерные походы стали уже традиционными для нашего института. Они начались ещё в 90-е годы. Каждый такой поход даёт нашим курсантам возможность приобрести навыки морской подготовки, несения ходовых вахт и других обязанностей. Ещё до начала похода экипажи катеров разделили по специальностям. На одном отрабатывают искусство штурманы, на втором – механики. На третьем курсанты практикуются работать с вооружением. На моём катере базируются как раз штурманы. Мы работаем с картами. Это очень интересно. В аудитории ты изучаешь это на бумаге, в книгах рассказывает преподаватель. А на практике это всё используешь сам и понимаешь, что нужно делать. Это запоминается. Цель нашего катерного похода – мы должны применить свои навыки и знания, полученные в институте на практике. Мы несем разные вахты, самая сложная – штурманская вахта. Потому что мы находимся в море, прокладываем наш курс и должны ориентироваться не с помощью каких-либо технических приспособлений, а именно с помощью разных ориентиров. Покинуть Турцию и взять новый курс украинские корабли планировали ещё в понедельник, но из-за плохой погоды задержались. На затянувшуюся остановку курсанты не жалуются. Говорят, практика интереснее, чем лекции. Мне нравится наш процесс обучения. Именно практические занятия, которые проводит наш институт. У нас есть возможность учиться в других странах, проходить практику в Польше, в колледже в Британии и в Академии в Италии. После выпуска я планирую идти служить на корабли украинского флота, защищать территориальную целостность нашей страны и её морские границы. Турция – первый из пунктов назначения в учебном походе. Уже к концу недели украинские катера снова выйдут в открытое море и направятся в Румынию, Болгарию. Джафир Умеров, Эдье Катаман, Гюльджук, UATV. Перенесли суд на 20 августа. Крымско-татавский активист Эдем Бекиров не смог принять участие в заседании оккупационного Верховного суда Крыма из-за сильных болей в спине. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. По той же причине незаконно задержанный инвалид первой группы накануне не смог встретиться со своим адвокатом. На суде оккупанты должны решить – отправить дело Бекирова в Красный Перекопск или оставить в Симферополе. Людмила Денисова призывает международное сообщество спасти Эдема Бекирова, поскольку этапирование может ухудшить состояние крымчанина. Российские силовики задержали Эдема Бекирова в декабре 2018 года на въезде в Крым. Его обвиняют в хранении взрывчатки. У крымско-татарского активиста инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний. Две неопознанные ракеты запустила Северная Корея в сторону Японского моря. Об этом сообщили в Южно-Корейском военном комитете. Там расценивают такие действия соседа, как демонстрацию силы и связывают их с совместными военными маневрами Южной Кореи и США. Это уже шестой запуск ракет в КНДР за три недели. Хотя в апреле 2018 года руководство Пхеньяна объявило о прекращении ядерных испытаний и разработке межконтинентальных ракет. А 12 июня прошлого года на саммите США КНДР в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ин подписали документ, обязывающий Северную Корею к полному ядерному разоружению. Один человек погиб и 49 ранены в результате тайфуна Кросса в Японии. Он обрушился на юг страны, спровоцировав оползни недалеко от префектуры Хиросима. По данным метеорологической службы, Кросса движется на север. Его мощность уменьшилась до тропического шторма. Власти Японии рекомендовали эвакуироваться полумиллиону человек. Отменили около 800 авиарейсов и поездов. Французский спайдермен забрался на небоскреб в Гонконге. На здании высотой в 62 этажа Ален Ларабер поднялся, чтобы повесить на нем полотно. Рисунок – это флаги Китая и Гонконга, а внизу рукопожатие. Это призыв француза к местным властям услышать людей и мирно договориться с демонстрантами. Более двух месяцев в Гонконге не утихают протесты. Поводом стал закон об экстрадиции. Он разрешает выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям Китая. Из-за массовых протестов законопроект отложили, но и окончательно не отозвали. Люди уже требуют отставки правительства. Это и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала uatv.ua. На эту минуту у меня все. Менее чем через два часа следующий выпуск на русском языке. Не переключайтесь, с нами интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!